ребята всем привет спонтанное тоже у меня такое сегодня будет видео я просматривал youtube и мне в рекомендованных попалось видео одной женщины я не буду называть как канал называется дабы не делать ей рекламу но я так понял что эта женщина является риэлтором и она рассказывала о минусах жизни санкт-петербурга когда я вижу такого подобного рода видео то соответственно мне все время хочется посмотреть а что же люди записывают в минусы санкт-петербурга и вот я решил это видео посмотреть видео не сильно большое на где-то минут на 15 но вот я посмотрел это видео и понял что чушь несусветная из того что там сказано половина просто ну какого-то такого знаете непонятного бреда имеет такое складывается впечатление что человек не в питере живет а просто отдаленно смотрит на санкт-петербург ибо ну вот то что она говорит но не знаю лично для меня это просто какая-то как говорит мария арбатова чухня значит первое это инфраструктура и отдаленность от центра и соответственно а проблемы с транспортом почему-то эта женщина постоянно сравнивает все районы с центром города что вот если вы например будете жить там шушарах в мурино или в кудрово то вам придется очень долго добираться на работу или на учебу в центр почему вдруг эта женщина решила что все абсолютно работают и учатся в центре мне непонятно это первое второе сравнивать мурино кудрово шушары и солнечный город с центром города это не рентабельно потому что мурино кудрово шушары это все ленинградской области это допустим то же самое если бы мы взяли грубо говоря гатчину или там тот же самый пушкин или красное село и сказали бы что вот вы знаете с красного села очень долго добираться например до метро просвещения если человек допустим там работает но извините это ленинградской области это не санкт-петербург значит медленная как она сказала постройка медленная инфраструктура в строительстве то есть медленно строят жилые кварталы но здесь тоже как по мне кажется полная чухня потому что наоборот мне кажется жилищная инфраструктура стала более развиваться и мы видим что сегодня еще пустырь а завтра уже на этом пустыре появляется какой-то высотный многоэтажный дом и соответственно ну может быть где-то в каких-то районах типа янина да в ленинградской области где до сих пор не могут сдать значит какой-то там жк который уже с 18 года там какие-то проблемы с застройщиком это одно дело но как по мне здесь тоже как бы чушь несусветная потому что строительство идет полным ходом и только в нашем районе я вижу как это все убыстряется увеличивается и объемы строительства да вот минусы в том что допустим не хватает поликлиник школы детских садов но эту проблему тоже решает потому что например у нас напротив новом жк построили две школы два детских сада и вроде как обещают еще построить поликлинику а вот значит далее она еще привела пример о том что у нее какие-то знакомые значит они жили в московской области и они приехав в питер сказали можно ли нам подобрать жилье чтобы можно было где нибудь там грубо говоря за полтора часа добираться до цента можно найти нам где-то какое-то жилье чтобы было добираться близко до центра потому что мы жили в подмосковье и до центра москвы нам добирались за полтора часа я не знаю в каком центре в каком подмосковье они жили что они добирались до центра полтора часа. Мне кажется, что до Москвы надо добираться, наверное, часа 4-3 точно из Подмосковья. Плюс, значит, был приведен пример к тому, что у нас жуткие пробки. Честно сказать, такие пробки, которые в Москве, их, мне кажется, наверное, нет нигде, только если где-нибудь может быть в Нью-Йорке. У нас с пробками проблемы есть, но они не такие большие, как, соответственно, в Москве. Далее, значит, по поводу метро. То, что у нас глубокое метро и недостаточно станции метро, ну, слушайте, метро мало-мальски развивается, и то, что там станции у нас глубже, чем в Москве, ну, это и понятно, потому что город у нас построен, сами знаете, на чем. И, следовательно, ну, я бы не стал это приписывать к минусу. И, допустим, когда та же женщина говорит, ну, когда же уже все-таки люди дождутся метро в Приморском районе, ну, извините, а станция метро Беговая, а станция метро Зенит. Нет, это не Приморский район. Очень странно, когда человек приводит такие примеры, но при этом не говорит о том, что там построена станция метро Приморская. Если мы говорим о районе допустим, где Богатырский проспект, то там есть станция метро Планерная, да, соответственно. Ну, Пионерская имеется в виду, извините. Значит, рядом улица просто Планерная идет. Метро Пионерская, да, это тоже Приморский район. Также есть Черная речка. Поэтому, ну, говорить о том, что это прямо отдаленная инфраструктура, нет. Вот, к примеру, на Юго-Западе, в районе Рихарда, Зорги и туда дальше, да, в район Юноны, то там, конечно, да, вот там действительно с метро очень все туго. Вот, там метро нет, но ходят туда общественные транспорты. Даже теперь с нашего района, с Невского района, можно спокойно добраться, соответственно, в конец Юго-Запада, но при этом надо, конечно, потратить на это время. Ну, на автобусе это занимает, ну, максимум час, даже с учетом пробок. Вот, значит, что еще сказала эта женщина? В большинстве домов, как она сказала, рядом с домами в пяти минутах ходьбы существует какая-либо промышленность. То есть, ну, я так понял, она намекает, что ты выходишь из парадной, а у тебя на противоположной стороне какая-нибудь промзона. Это тоже. Если мы не берем какие-нибудь шушары, где они находятся рядом со складскими помещениями, да, то я очень думаю, что, наверное, по пальцам можно пересчитать, где ты видишь такой дом, где ты выходишь из дома, и у тебя напротив там какая-то промзона, да, допустим. Ну, это тоже какая-то чушь несусветная. И, опять же, я говорю, сравнивать Мурина, там, например, шушары, Кудрова, это все ленобласть. Не надо это забывать. Что еще, значит, из лишней романтизации? Вот здесь мне было очень интересно, что же такое, что она подразумевает под лишней романтизацией? Она говорит о том, что у нас, значит, белые ночи, люди катаются на корабликах, разводка мостов, но вы понимаете, что в рутине в этой, когда вы будете каждое утро с шушар добираться в центр до работы, вы всего этого видеть не будете. Почему вдруг люди должны все обязательно учиться работать в центре? Почему такая привязанность к центру? Мне непонятно. Не все работают в центре, и не все учатся в центре. И почему именно шушары? Мне, например, с моего района до центра добираться 15 минут, и я могу спокойно в любой выходной день выбраться в центр, спокойно посмотреть на разводку мостов, там покататься на речном трамвайчике по рекам и каналам и так далее. Излишняя романтизация, ну, как бы, я не знаю, мне кажется, тоже какая-то чушь несусветная, потому что, ну, люди, приезжающие, допустим, туристы, им нравится. Те, кто здесь постоянно живут, ну, кому-то, кто здесь все время живет, кому-то нравится центр, кто-то нет. Вот, например, вчера писала в комментариях женщина, мне не нравится центр города, потому что там огромное количество туристов и пахнет табаком. Но мне нравится в районе, где я живу. Это метро Академическое. Ну, не знаю, я выхожу из метро Академическое, первое, что я вижу, это алкаши, бомжи. Опять же, мусор везде валяется. Ну, как бы, ну, такое себе. Поэтому для каждого это свое. Вот, поэтому, ну, тут тоже говорить про излишнюю романтизацию, ну, как-то вот тоже ни о чем. Далее. Если вы хотите получить какие-то развлечения, говорит она, допустим, какие-то кинотеатры, усилительные заведения, детские игровые заведения, то, опять же, вам надо иметь в виду, что вам очень долго будет добираться до центра. Почему эта женщина все время все приписывает к центру города, мне непонятно. Какие кинотеатры в центре? Кристалл Павас, который, наверное, уже не работает. Какие еще кинотеатры есть? Я не знаю, есть ли в ТРЦ галерея кинотеатр. По-моему, нет. Ну, какие в центре кинотеатры? Она так говорит, как будто в центре кинотеатров просто пруд-пруди. В основном все развлечения находятся в торговых центрах. Кинотеатры есть в торговых центрах, а эти торговые центры есть в каждом районе. И, грубо говоря, если вы проживаете где-нибудь в северном районе города, то вам абсолютно необязательно ехать в центр для того, чтобы сходить в кинотеатр или посетить какое-то увеселительное заведение. То бишь, если вы, допустим, хотите поехать, например, в Зимний дворец, да, или там Исаакиевский собор, это другое дело. Это целенаправленная поездка в центр. Ну, люди каждый раз туда не ездят. Но если вы хотите просто в выходной день сходить куда-нибудь в какой-нибудь там парк и так далее, или аквапарк, то в каждом районе города такие существуют, и поэтому приписывать все это к центру тоже не целесообразно, как мне кажется. Далее, значит, она сравнивает Санкт-Петербург с революционным городом. Ну, давайте еще вспомним Петроград, давайте вспомним те времена. В общем, в том плане, что большие дома, они были разделены на маленькие комнатушки, и после этого появилось общежитие. И сейчас очень много в Питере, соответственно, коммунальных квартир, типа Питер лидирует в Санкт-Петербург, лидирует по количеству коммунальных квартир. Я не знаю, так это или нет, я не сравнивал, но мне кажется, что наоборот меньше коммуналки расселяют. И она приводит пример, что вот когда мы приезжаем, например, в центр города смотреть коммуналку, там огромное количество маргиналов. То есть, ну, извините меня, сравнивать и говорить о том, что только вот в таких домах в центре города огромное количество маргиналов, я не знаю. Мне кажется, что в том же Мурино этих маргиналов достаточно, в том же Кудрово достаточно маргиналов, да, мы постоянно видим какие-то новости. Наркоман там с чем-то там, с ножом где-то в Кудро, там в Мурино напал на кого-то, или там еще что-то. Поэтому, ну, говорить о том, что маргиналы только в центре города, это все равно, что говорить, что бичи существуют только в центре, и нигде их больше нету. Опять же, тоже несусветная какая-то чушь, и сравнивать все с центром города мне абсолютно непонятно. Вот, подводя итоги к тому, что было ею сказано, ну, как вам сказать, минусы Санкт-Петербурга, я уже называл какие. Видео есть на моем канале, можно поискать, можно найти. Понятно, что есть... А, вот еще что. Значит, человек говорит про, допустим, северный район города, и сюда приплясовывает зачем-то Пушкинский район. То есть, видимо, человек не разбирается вообще, как человек работает риэлтором, но говорит, что северный район города это Пушкинский район, это неправильно. Северный район города это Гражданский проспект, это проспект Просвещения, это Парнас, это все вот в те края, это станция метро Озерки, это северные районы города. Но Пушкинская, да, Пушкинские станции, я не знаю, что она имела в виду, Пушкинский район или станция метро Пушкинская, ну, это явно не север города, вот, поэтому, видимо, человек не особо разбирается в районах Санкт-Петербурга. Так вот, хочу сказать, что есть некоторые районы, в которых, в принципе, нет станции метро, но добраться туда можно. То, что у нас идет медленным ходом строительство новых станций метрополитена, ну, это и понятно, потому что город у нас все-таки построен на болоте, и не всегда есть возможность все сделать быстро. То, что в Москве идет стремительное количество открытий новых станций метро, то, извините, метро в Москве, это метро в Москве, а метро в Санкт-Петербурге, это абсолютно другое метро, и сравнивать это нецелесообразно. Вот, поэтому, мне кажется, что все те минусы, которые она назвала, это просто, ну, как бы чушь несусветная, она абсолютно не имеет никакого отношения к нашему городу, и тем более сравнивать, допустим, тоже те же Шушары, допустим, да, или тот же Солнечный город, и говорить о том, что оттуда добираться до центра города очень далеко, ну, слушайте, а при чем здесь центр города? К примеру, у меня есть люди, которые живут, я не знаю, там, в Кудрово, к примеру, а работают в Купчино, ну, и ехать им, допустим, там, минут 20-30, не более, и они не видят в этом абсолютно никакого, никаких, вернее, проблем. То, что климат у нас немножечко такой, да, то дождь, то солнце, то темно, ну, это, извините, в каждом городе есть какие-то свои проблемы в этом плане, поэтому, не знаю, ребята, мне что-то как-то показалось это видео слишком каким-то таким странноватым, непонятным, ну, опять же, на вкус и цвет все фломастеры разные, но я, как человек, живущий в этом городе с самого рождения, мне кажется, что все то, что я посмотрел, это полный, полнейший бред. Вот, ссылок никаких оставлять не буду, название канала оставлять тоже не буду, вот, просто высказал свое мнение, как я считаю, понятно, что мнения у всех разные, каждое мнение имеет место быть, но вот мое мнение, оно такое. Ну, а вы можете в комментариях написать, что вам нравится в Петербурге, что не нравится, кто бы хотел сюда переехать, кто бы не хотел. А, вот еще что, забыл сказать. 160 тысяч человек каждый год уезжают из Санкт-Петербурга, сказала она. Ну, это, скорее всего, наверное, либо мигранты, либо приезжие, вот, но если мы считаем, сколько у нас количество человек уехало из Санкт-Петербурга, то, соответственно, нужно посчитать, сколько человек сюда приехало, и количество приехавших людей в Санкт-Петербург, оно будет превышать количество уехавших, поэтому сравнивать только количество уехавших тоже нецелесообразно, мне кажется, надо привести пример, сколько человек, а, уехало, и, б, сколько человек приехало. Так будет гораздо правильнее, нежели чем говорить только о том, что люди оттуда уезжают. Ну, не знаю, среди моего окружения нет ни одного человека, который бы просто уехал, и все. Ну, есть там парочка человек, которые просто убежали, а все остальное это как бы... Вот, поэтому пишите свое мнение, нравится ли вам Санкт-Петербург, хотели бы вы здесь жить, кто переехал сюда, как вам здесь, нравится, не нравится. Кто-то хочет уехать, кто-то бы, наоборот, хотел сюда переехать, а, может, есть какой-то другой город, где вам нравится больше. Пишите, будет интересно почитать. Все, ребята, до скорых встреч, всем пока, вот вам красоту! Субтитры сделал DimaTorzok